Ребята, всем привет! Это третий день недели влогов. И я сейчас поеду на встречу со своей подружкой Настей в центр. Ехать не очень долго. Сегодня что-то произошло на дороге, что очень большие пробки. В общем, я нарядилась во всё самое новое, самое лучшее. Что у нас будет жёсткий фотосет. Ну ладно, не очень жёсткий. Я с собой взяла, получается, один лук, один, который на мне, и один я с собой беру. Вот. Это мой новый пальтишко от Фиксен Маши. Выгадайте, во сколько я сегодня встала. Так. Нужны маленькие ножнички. Чуть-чуть. О, можно одну только шмякнуть, и дальше пойдёт как по массу. Так. Такой вот у меня образ. Губы я, конечно, мазю калма. Но я сейчас съем трубочку и губы съем. Заодно. Чуть-чуть. Ехать нам, блин, час. На улице тепло. 14 градусов. Но это не значит, что надо прямо сильно оголяться. Но. Так. Вот у нас есть вариант. Договаривались встретиться в 2. Потом Настя пишет, типа, давай в 3. Я такая, типа, ну давай, короче, собирайся, там, ля-ля-ля. Вот. И посмотрим. Вот. В итоге решили в 2.30. Я-то думала, что я, типа, плюс-минус быстро доеду, ну, 40 минут где-то. Но нет. Пробки вообще лютые. Хотя пишет 6 баллов пробки. В общем, не будем долго тянуть за резину. И поедем. Кстати, сегодня второй день, как я не пью лекарства от аллергии. Ничего не чувствую. Изменений никаких. Я сегодня, конечно, чихала, как сумасшедшая. Но это, наверное, из-за того, что я рано встала, побежала, помыла голову. В общем, у меня сегодня просто сумасшедшее начало дня. Зато я все быстренько успела. Успеваю. И вообще, я красавчик. Обычно я не такой красавчик, как на этой неделе влогов. Блин, обожаю вот этот карандаш для губ. Сразу такая сейчас секси, блин. Блин, мне на самом деле так грустно, то, что я во всех последних видосах буду греметь соплями. Мне так неудобно перед вами за это. Но я, честно, ну, не виновата. Реально, не виновата я. Да, я бы не хотела греметь соплями на вас, но у меня аллергия. Вы знаете. А, машина заглохла. Ждите. Ой. Упс. Я думала, что секретка снялась. Еще и руль вообще у меня просто в жопу вывернутый. Главное, чтобы там машины сейчас не поехали. Короче, если не пипикает секретка... О, все. Обманули, дурака. Я это ненавижу, на самом деле. Я всегда проверяю и запоминаю, пикает, не пикает. Вот, сейчас запикала. Это значит, что можно ехать. Собака подставила меня. Подставила меня. Вот, теперь можем ехать, и ничего не заглохнет. Ненавижу вот эту секретку. У меня раньше другая была, намного проще с ней было. А вот с этой новой, ну как новой, я уже, блин, год, наверное. Все равно сложно привыкнуть. Что сказать, что сказать? В Москву пришла весна, и это супер. В общем, о чем мы с вами будем болтать? Как начался мой день? Я встала в 10.30. Побежала, умылась. Побежала, сделала капучино. Потом я побежала мыть голову. Потом я побежала краситься. Потом я побежала сушить голову. Сделала себе еще один капучино. Потом я побежала делать себе укладку на дайсон. Ой, вот это я шумахер. А, там была дорога на 3 минуты быстрее. Ой, я же Насте не написала, что я выехала. Что, вообще я крутая, да? Делова такая колбаса. Блин, тоналка под глазами, конечно, не бели. Я взяла с собой трубочку. Кстати, я вчера ночью ее попробовала. Честно, не очень. Не очень хорошая трубочка. Вроде вкусно, по вкусу вкусно, но сама вафелька, вот эта, она была достаточно твердой. И я подумала, может, она не свежая, но по дате вроде свежая. Короче, не знаю. Мне кажется, просто есть бренды вот этих трубочек повкуснее. Надо просто найти. Надо запомнить вот эту марку и брать другие в следующий раз, чтобы попробовать. Потому что на даче я брала такую вкусную трубочку. Просто закачаться можно. Короче, буду трубочку кушать, слушать музыку, потому что мне ехать 52 минуты. Так, мне осталось ехать 22 минуты. И это супер. Что еще сказать интересненького? Настя уже написала, что подъезжаю. Ну как подъезжаю, через полчаса где-то буду. Передо мной, короче, машина, едет кабриолет. Прикольно. По-моему, это она музло слушает. Надеюсь, у меня здесь не слышно, чтобы монетизацию вообще не выключали. Ой, а угар, конечно. Хочется сегодняшний день посвятить фотокарточкам. Мне еще пишут, типа, Юль, ты же раньше ленту вела в одном стиле, типа, что ты сейчас такой, там, разнобой выставляешь какой-то. Да просто фоток нет, нечего выставлять. И чтобы вести ленту в одном стиле, это, ну как бы, ну, нелегко. То есть это в любом случае надо придумать какие-то, не то что ситуации, да, а вот это ехать, не знаю, либо студию снимать. Вот, например, когда холодно в Москве было, то как бы на улице нормально не пофоткаешься. Да, можно пофоткаться, можно пофоткаться даже в верхней одежде, но я не очень люблю вот эти вот фотки в пуховиках, типа, знаете, а сильно оголяться, да, снимать куртку и долго стоять без куртки на морозе тоже не хочется, потому что я вообще, я, конечно, могу такое сделать, я иногда делаю такие фотосессии, когда холодно, а я прям вообще, ну не то что голая, но легко одета. Я, конечно, могу такое сделать, но я очень такое не люблю, потому что у меня, ну прям такое, типа, главное не болеть, не болей, не заболеваем. И вообще хорошо, когда не болеешь. Я в центре давно прям не была. Не, ну вот была, когда ездила к врачу по поводу кожи, ну так, типа, проездом, знаете, по центру проскочила, и все, а вот так вот, что прям приехать в центр, погулять там, не знаю, пофоткаться, засесть в кафешку, такого давно не было. А еще, кстати, по поводу аллергии, я подумала, знаете, что может быть? Блин, я в дурацком ряду стою. Вот те таблетки, которые я пропила, сейчас же я их, типа, не пью, уже второй день, и как бы разницы не вижу, может быть, они мне как-то помогли, знаете, и какой-то эффект оставляют еще, что мне не так плохо от аллергии, ну, от всех этих пылец, пылиц, пыльцы, пылец. О, боже мой, как тяжело быть такой чиксой. Ой, надеюсь, ничто не испортит мое отличное, солнечное, счастливое настроение. У нас еще котлет со вчерашнего дня с пюре остались. Я сегодня опять не сделала сырники. У меня не было времени на эти сырники, к сожалению. Но у нас дома есть, что покушать, вот, если говорить о том, ухаживаю я за мужем своим, готовлю я ему что-то или нет. У нас есть дома что-то вкусненькое на завтрак, что можно перекусить. Захочет, он пообедает котлетами с пюре. Вот, они в холодильнике стоят. Так что, так что все на мази. У нас есть куличик. Кстати, представляете, у меня до сих пор зимняя резина стоит на машине. Мне вообще надо сделать ТО и колеса поменять. И помыть машину, кстати говоря, а то она не очень-то чистенькая. Вивочка такая милая собачка. Такая фанатка Вивочкина. Вот реально я, у меня нет кумиров, но вот Вивочка просто мой кумир. Так сладко спала сегодня под одеяльцем. Это, ко мне спинкой, правда, как папа, они оба ко мне спинкой лежали на бочку. Вот так вот лежали спинкой. Прям вот, не знаю, отец и дочь. Ржу, блин. Блин, представляете, вот даже не обсудишь, какие-то комментарии, которые вы оставляли мне под предыдущим влогом. Вот даже не обсудишь. Жуть какая-то. Неудобно. Потому что я привыкла, когда неделя влогов, я снимаю и на следующий день выходит видео. Но тут, кстати, такая фигня получается, что я снимаю и в этот же день монтирую и загружаю на YouTube, но не открываю. Даже обложки подготавливаю, но не открываю. То есть мне хочется, чтобы все было на готовеньком таком, чтобы мне просто оставалось одну кнопочку нажать, типа открыть. И все. И почему мне еще сейчас нравится никому не говорить, что я снимаю неделю влогов? Не знаю почему. Но, наверное, сегодня в сторис все-таки я расскажу, хотя не хочу, не хочу. Я не знаю, почему не хочу. Мне хочется, чтобы все думали, что я ничего не делаю, что я ничего не делаю полезного, что я не снимаю влоги, что я вообще забила на YouTube. Я хочу, чтобы все так подумали, ой, Юля вообще забила на YouTube. Типа понятно, ей только деньги нужны, но что-нибудь такое, знаете, хочу, чтобы про меня что-то плохое подумали, а потом такие, типа, блин, мы так ошибались, оказывается, все это время Юлечка трудилась, снимала нам видосики. Такая крыса. Погода супер-пупер просто, шимба-бумба. Я прям думаю даже, что без пальто буду фоткаться вот так вот. И я еще взяла наряд, юбка, тоже, правда, черный наряд, но да ладно, у меня такое black настроение. Черный, короче. Черная юбка, длинная достаточно, то, что я обычно не ношу, не свойственно мне. И такой секси-топ. Ну, вы, кстати, видели меня в этой кофточке. Такой кардиганчик обтягивающий, и тут пуговички. Вот, единственное, что мне придется каким-то образом снимать вот этот топ в машине, и при этом не запалить на весь центр, на все патриаршие пруды, не запалить в своей груди. Но я думаю, что что-нибудь получится, придумай. Да нет, на самом деле, сверху надеть, снять лямки. Я умею переодеваться в машине, на самом деле. Мы модели такие. Вот, просто надо стянуть лямки, сверху надеть кардиган, и потом из-под низу, ну, короче, вытащить, вот так вот снять вот эту кофточку, и все. А юбку вообще еще легче. Надеваешь юбку, аккуратно снимаешь штанцы, и в этот момент натягиваешь юбку, и все. Вот так. Так что, в принципе, я взяла удобные луки для переодевания. Блин, правда, мне потом обратно переодеваться в костюм. Может быть, логичнее было сначала поехать в юбке с топиком. Сейчас мы поможем байкеру. Вот так все. О, он мне руку показал. Ха-ха, кайф. Да, на здоровье, братишка. Я ему немножко помогла, освободила ему дорожку, подвинулась, он проехал и мне вот так вот руку сделал. Клево. Вот видите, вот приятно. Просто надо искать приятности во всем. Пропустил кого-то, тебе сказали спасибо. Классно же. Сейчас вам покажу, какой вид я вижу. Такой вот вид я вижу. Впереди Москва-сити, слева парк Горького. Такой классный парк у нас в Москве. У меня там была, кстати, первая фан-встреча, кому интересно? Тебожечки. Супер! Вот. Давным-давно. Люблю, кстати, этот парк. Вот эта сыроварная кафешка и ресторан прикольный. Мы там со Славой, кстати, как-то вот гуляли. Ребята, я уже приехала в центр, встретила Настюшку, свою подружку. Да, мы тоже пофоткались, пойдем есть. Мы уже даже пофоткались, я решила не снимать этот процесс, чтобы не отвлекаться, чтобы быстренько чмяк-чмяк. Я даже на улице переодевалась. Вы бы это видели. Да. Это было очень опасное зрелище. Вот. Так что гуляем с Настюшкой, болтаем о всяком. Даже не знаю, о чем рассказывать про наши сплетни. Там такое, вам такое нельзя знать. Так, мы с Настей решили заказать на двоих хачапури аджарский. Вот. Тут нам комплимент, как всегда, хлебушек принесли. И мы уже почти уселим чаек с чабрецом. Настюшка. Хотя, давай есть уже. Да, да. Мы голодные очень так, чтобы не укушать. Так, ребят, я уже дома. Что могу сказать? Я натерла ноги. В сапогах. Настроение валяется. Я еще так не выспалась сегодня. Что ужас. Вчера опять долго не могла уснуть. Надоело. Но мне сегодня, по-моему, не снились никакие ужастики. Вот. Классно поболтали с Настей. Посмеялись, похихихили, покушали, прогулялись. Завтра у меня гомеопат, а потом я поеду в гости к одной девочке-блогерши, тиктокерши. Она еще была на ТНТ, в проекте песни на ТНТ. Вот. Мы с ней познакомились на дне рождения Карина Нигай. Не знаю, куда. Год назад. Ну да. Год назад. Вот. Познакомились. Ну, типа, понравились друг другу. Не знаю. Понравились друг другу. Подписались друг на друга. И она говорит, погнали снимать что-нибудь. Ну, какие-нибудь видосики, типа тиктоки. Вот. Так что, самый кайф еще в том, что мы живем рядом, прям вообще, на одном районе. Поэтому завтра мне удобно будет как раз к ней поехать. Один тикток планируем снять просто сумасшедший. Покажу вам потом, что снимем. Ну, планируем. У меня для этого тиктока даже купальник понадобится. Прикиньте. Ну, короче, лежу, фоточки обрабатываю. На ютюбе вообще смотреть нечего. Просто вообще нечего смотреть. У меня сегодня Настя тоже говорит, типа, какого черта у тебя ничего не выходит? Ну, было бы неплохо, кстати, летсплей снять, потому что летсплей тоже мои ждут. Я на самом деле вообще в шоке с того, что у меня летсплей смотрят, типа, 30 тысяч человек. Это я к тому, что много. То есть, это получается, если мои влоги смотрят, там, грубо говоря, в среднем, да, всегда 100 тысяч человек, допустим, да. Ну, иногда побольше бывает. Редко, чтобы меньше. В основном, всегда 100 точно набирается. То есть, грубо говоря, 100-е там, не знаю, ну, не знаю, допустим, какой-то прям очень интересный видос. 200. 200, 200 с чем-то. Ну, в основном 100. то есть, получается, летсплеи смотрят 30%. Это немало. То есть, это получается, чтобы, ну, все-таки, ну, как бы, немало людей, которым нравится летсплеи. То есть, если бы летсплеи смотрели, типа, не знаю, 10 тысяч, 4 тысячи, то тогда я бы подумала, типа, блин, в сравнении с обычными моими просмотрами, конечно, мало. Это здорово, поэтому есть желание снимать их, и люди ждут, поэтому надо бы тоже об этом подумать. С другой стороны, я накрашенная как раз. Можно что-нибудь перекусить. Как раз котлетки с пюрешкой вчерашней. Слава тоже покушала котлетки с пюрешкой. Так приятно. Зая, ты все еще хочешь сырники? Конечно. Он так ждет уже, наверное, неделю от меня. А сейчас хочешь сырники? Сейчас прям? Видите, сколько у меня, как у жены дел. Надо вставать эти сырники делать. Я сама не прочь. Мне само интересно попробовать сделать сырники. Тем более, у нас сегодня такой не очень длинный влог получается. Хотя у меня сегодня был насыщенный день, но что-то видите, как стою в дороге, в машине у меня что-то как-то нечего было рассказывать. Я же с вами каждый день. Красиво, кстати, получается. Черно-белый, если сделать. Прям как картинка какая-то, скажите. Не знаю, видно вам, нет? Видите? Красиво. Кстати, знаете, что я сделала? Я не сделала классных фоток всяких, типа, зданий, еще какой-нибудь чепухи. Я подумала, а пофиг, зайду в Пинтерес. Не знаю, что-то за фонтан там такой красивый. Вот просто из Пинтереса скачала, и кто подумает вообще, что не моя фотка? Ну, только тот, кто эту фотку сделал или у кого-то другого видел в Инстаграм, а так, типа, у меня же тоже не точно такая же сумка, поэтому... Так что, короче, сижу, что-то в фоточке. Блин, странная какая-то фигня. После фейстюна, когда я загружаю фотки в Lightroom, они почему-то горят так, как будто бы что-то там не загружено, что-то там не получилось, не удалось. Пинюнчик ты мой. Как дела, Вилочка? Как после прививки себя чувствуешь? Уже сколько прошло? Два дня? Хочешь меня своими волосиками? Сейчас чихать на тебя буду. Знаете, я чувствую потребность в каком-то новом пресете. Я же как личность меняюсь. Мне хочется, знаете, типа как... Есть у меня пресет такой, если вы, особенно если вы покупали, есть пресет, который называется Anilu. Он такой, типа как натуральный, но затемненный. И он мне нравится, но мне хочется добавить чего-то... Вот к нему как будто бы добавить. Скажем так, немножко его переделать. Так, ну что ж, мы уже с вами пришли. Так, творог. Две пачки, 5-9 процентов. Одно яйцо, 4-5 столовых ложек сахара. Все перемешать. Муки полстакана вот такого. Тесто, но не тугое. Что получилось? Чтобы получилось. Муку на стол. Из муки делаю колбаску. Ключаю огонь, масло немного. Жарю сырники, прикрываю крышек. Понятный. Сейчас опять будет очень холодный творог. Как на даче. Боже, он леденящий. Леденющий. Тогда, когда я его замешивала, мне было точно так же холодно. Не знаю, может сначала руки в кипяток буду отпускать, а потом продолжать замешивать. Что за мучение? Может быть, надо было его достать и подождать? Так, подожди, он хороший вообще? А то я столько дней уже обещаю, обещаю. 0,9, 0,5. А, еще порос. Отлично. Это, который мы с вами покупали. Подожди, а когда мы же вчера в магазине были, нет? Значит, не так уж и давно я обещаю. Потому что я вчера... Да, да, мы же вчера в магазине были и котлеты вчера делали. Смотрите как, все беру и запоминаю. И яичко. Это, кстати, куриное яйцо в даче прямиком из-под курицы. у бабушки, дедушки Славы на даче куча куриц и коз. Поэтому мы питаемся очень полезными продуктами, не какими-то там химозами. Ну и химозой тоже питаемся. Так, сахар. в тот раз я попробовала сырники и они были не готовые и сожженные, когда я на даче делала. Забыла вам во влоге с дачи рассказать. Так, два, и я их попробовала со сгущенкой, мне не хватило сахара. Поэтому в этот раз сделаем три, четыре, пять. Так, потом у нас пойдет мука. Мы ее сейчас тоже с вами подготовим, чтобы потом, когда у нас уже руки все будут в этом. Так, ну стакан, вот такой стакан примерно похож на тот стакан, который был у мамы. Ну да, в целом. Ну, муки как-то, смотрю, немного она использовала. Но нам много мухи понадобится, чтобы потом колбасу из-за этого всего сотворить. Посмотрим, как в этот раз у нас выйдет. Ну, где-то вот столько, да? Может даже это... Не, я думаю, как раз, да? Как раз половинка. Так, ну что, сначала замешаем. Можно, кстати, уже сюда высыпать. чтобы потом не мучиться. Блях, мог убираться потом. Такая вот у меня рука. Теперь надо как-то замешать здесь. Пусть тут полежит. Ледяное. Так, чую. Я уже сняла колечки в мой маникюр. О, боже! Как холодно! Постараюсь сделать это быстрее. леденящие душу пальцы мои. Слезь, ледяной. Дьявол, ледяной. Боже, оно ледяное, оно ледяное. Смотрите, какого желтого цвета стало. Это из-за натурального яичка. Давайте сразу муку сюда высыпем. Может, не так холодно будет. Господи, господи. Да, стало не так холодно, но все равно холодно. Кстати, вот из этого больше уже похоже на колбаску можно сделать. Боже, как холодно, как холодно. Тащите фен. Это реально очень холодно. Я не знаю, как это делать, ребят. Наверняка надо доставать из холодильника, чтобы он был не такой холодный. Может, из-за этого, кстати, сложно мне колбаску было сделать. тесто, но не тугое. А вот в этот раз, кстати, у нас такое тугое получилось. Я его еще не домешала, у меня просто руки просто в шоке. Смотрите, они аж красные стали. Не знаю. Видите? Ой. Зато из-за этого реально можно сделать какую-то колбаску. Посмотрите. Ну, оно туговато. Слушай, может, муки и много взяли? Или яйца, может, еще? Ой, да из-за этого и так можно колбаску. Из-за этого вообще легко колбаску сделать. Вот это прям туговатое. Ну, не, кстати, не тугое. Мне кажется, вот это в самый раз. Посмотрите. Я думаю, из-за этого отличные будут у нас и колбаски. Сейчас мы только вот так вот еще помешаем маленечко. Как пластилин. Вот эти ошмотки еще, они ко мне в пальцы сбиваются и дальше не размешиваются. Блин, скажите, прикольнее я придумала вот так вот камеру ставить и снимать. Что я раньше так не делаю? Это же так удобно, так видно все хорошо. Видно, что я делаю. как будто бы вы сами делаете. Уже такая длинная становится эта колбаска у нас. Видите? Блин, на самом деле сырники реально недолго делать. Вот по сути все, у нас уже колбаска как бы готова. Нам только ее на кусочки поделить. Можно даже дальше не катать, чтобы совсем тугая не была. В тот раз я поделила на две колбаски, чтобы было удобнее катать. Видите, какая классная получилась. Вообще, я считаю, очень круто. Теперь от нее мы будем просто кусочек отрывать и шмяк-шмяк-шмяк. Уже у нас все лучше получается, чем на даче. А мы еще не включили плиту. Знаете, что я делала? Вот у меня была сосисочка, вот эта колбаска наша. Я вот так вот ее хоп, отодвигаю и просто приминаю и у меня получаются вот такие кружочки. Я уже поставила. Вот, видите, такие, типа, аккуратненькие. Я их даже руками не трогала и руки у меня остались чистые. Только, мне кажется, все равно что-то не так. Не знаю, что. Может быть, огонь должен был более быть серьезным? Хотя, может быть, и нет. Может, они спокойно должны жариться. Я не понимаю, что я делаю не так, потому что, посмотрите, они опять начали подгорать. Я реально не секу. И у меня есть ощущение, что внутри они опять какие-то, знаете, как будто сырые. Там же все-таки мука, не знаю. Хотя, может быть, это нормально, они, по сути, что они там? Творог. Творог и так сырые можно есть. Короче, фиг пойми, я не понимаю реально, что я делаю не так? Что ж такое-то? Сколько раз мне надо сырники сделать, чтобы получилось? Неужели это сложнее блинов? Так, я немножко отвлеклась, хотела убрать муку, зато я убрала муку, но у меня сгорела вот эта партия сырников. Я, наверное, сейчас пойду плакать в кровать, кушать чипсы и плакать. Ну, хоть вот эта партия получилась, так что сейчас посмотрим вообще, какая она на вкус. Вот. Ну, это очень грустно. Так, ребят, хорошие новости. Сырники получились вкусными. Я думаю, в чем залог успеха? Положить все-таки пять ложек сахара, потому что в тот раз я положила четыре и было вообще безвкусно, вообще никак. В этот раз я откусила без сгущенки сырник и подумала, ммм, вкусненько, типа реально вкусненько. Вот, тесто получилось туговато, я думаю, нужно чуть менее тугое, но в целом, ну, реально вкусно, Слава оценил. Скажи закадривай комментарий. Угу. Отлично. Я сейчас еще творог закажу. Ха-ха-ха. Не, не, серьезно. Ммм, по вкусу очень вкусно даже. Вот. Моя жена молодец. Ставлю ей твердую пятерку. Да ладно, можешь четверку поставить, чтобы было к чему стремиться. Не, я поставлю пятерку, я не привередливый, знаешь, я наоборот, я за твой энтузиазм, я его вот это вот, закапывать не собираюсь, с этой гребаной четверкой, ты у меня сейчас самая лучшая. красивая. поэтому пятерку тебе ставлю. Отличные сырнички. Да, правда, я говорила, что вторую партию сожгла, вот, но зато у нас есть, получается, в первую было пять, а во второй четыре сырника. Ну да, они, видите, такие, короче, тугое тесто, сейчас, видите, ну, туговато, даже отрывается туговато, но жуется вроде как нормально, хотя вот так вот рвется тяжело. Не знаю, ну, короче, надо было мамины сырники вот так порвать, потрогать по консистенции. Не, ну, в целом, ну, съедобно вообще, прям на завтрак, такое было бы классно. Да. Конечно, у меня тоже немножечко подгорело, но когда я сгущенку, не чувствуете. Говорит мне, значит, муж, что меня вообще не перестанет любить, от того, что я ему так часто что-то готовлю. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Ну, так, ну, кто говорил, конечно, но мой дедушка мне любит это сказать. Любит спросить, кормлю ли я своего мужа. Кормлю, кормлю. Я ему даже говорю, доедай последний сырник. Лежит, он говорит, не, на завтра мне оставь. Я говорю, ты что, с ума сошла? Я завтра новый сделаю. Я думаю, сделать салат мимозу, но, вы сейчас подумаете, ой, типа, мужу подлизываешь едой. На самом деле, Слава не очень сильно любит этот салат, просто я его люблю, у меня есть все ингредиенты для этого салата, и я думаю, типа, почему бы и нет. Иногда прикольно, и вообще, я вам уже говорила, что мне очень нравится есть всякие домашние вкусные блюда, особенно после того, как мы побывали на даче, и моя мама там очень много готовила, и я просто так кайфовала от вкусной домашней еды. Это просто, ну, как бы, не знаю, это лучшая мотивация, это когда ты хочешь, ну, реально вкусно покушать, лучшая мотивация, особенно домашнюю еду, это лучшая мотивация для того, чтобы много, часто и классно готовить. Вот, я сейчас заказываю в лавке кое-чего, но, единственный ингредиент, который мне для салата мимозы нужен, это майонез. У нас он, по-моему, не свежий, или вообще его нет, я недавно выкидывала, по-моему, потому что мы редко, мы вообще майонез используем только для этого салата. Ну, короче, тупо. Вот, у нас так, вот, как в прошлом блоге, я говорила, в магазине есть продукты, которые мы редко используем, но иногда, вот, хочется сделать какое-то блюдо с майонезом, я не могу использовать всю пачку, и то я беру маленькие. О, кстати, мне мой мастер по ресничкам написала параметры моих ресничек. Изгиб D, Голливуд, эффект, от 7 мм до 13 мм, эффект леса. Вот, так что, кому интересно, какие у меня ресницы, вот такие. Вот такие мы наращиваем. Так, что, 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 что мне еще понадобится, А, вот это мороженое возьму. Так, я хочу убрать сумки. Ого, Таневиф, ты чего? Ты чего, малыш? Вивочка хотела резко забежать на лесенку и упала. Ничего страшного, боишься? Ну, хватит, что-то там нюхаешь у меня, иди. Оп. Так, у меня в коридоре висит вот эта сумка. Только пыль собирает. В чем там висит? Беру-ка я ее. Пильник. Кстати, если говорить про... Я просто немножко хотела вещи на свои места положить в коридоре. Если говорить о том... Что Шанел... Сами поняли, кто. Такие типа, вот, если вы русские, мы вам продавать сумки наши не будем, и подпишите, что вы не будете гулять по России с нашими сумками. Честно? Без комментариев. Хорошо, что у меня нет Шанел, чтобы ее резать, но я бы не стала. Я считаю, что это просто дебилизм. Но я уверена, что все так считают. Что, типа, резать сумку, которую ты сам купил, типа, это очень тупо. Если уж ты так сильно огорчен тем, что бренд, как бы, да, сделал такое заявление какое-то и такое отношение, не проще ли просто не носить эту сумку. Или я не знаю. Не носить ее. Буду вот с этой ходить, что-то у меня такое настроение. Какого-нибудь мешка. Хотя не уверена, она, конечно, не очень такая прям элегантная, она такая большая, но... Поскольку я постоянно с камерой таскаюсь... Вот видите, как я сумочки аккуратно храню? Еще бы! О, нашла пояс от своего одного тренча. Пальто. Конечно, я аккуратно к сумочкам отношусь. Они же стоят бешеных денег. А сейчас еще дороже. Блин, капец. Не знаю, помните или нет, я свою сумку Dior покупала за 245 тысяч. Это сумасшедшие деньги, я с вами полностью согласна. Но сейчас она стоит, не знаю, насколько дороже, но как-то мы даже были в магазине, и даже в магазине мы уже видели, что она стоит что-то 290, а это было еще до всего, что происходит сейчас. Последние там, да, полтора-два месяца. Последние, я не знаю, сколько недель, недели вот с этой сумкой хожу. Это что, Zara. Она стоила там, я не знаю, сколько, 5 тысяч, 3 тысячи. Ну, типа не 240 тысяч. И мне отлично. И мне отлично с ней ходилось. Сейчас хочется немножко повыображать. Просто даже для самой себя, знаете, не перед кем-то там что-то, а просто хочется что-то повыображать. Погодка хорошая. Из-за того, что она не стоит бешеных бабок, мне ее не то что, ну, немножко не жалко, типа. Я с ней везде, короче, хожу, гуляю, могу тачки вот так вот обтирать. Ну, случайно, типа могу ее на пол бросить. Но она выглядит офигенно, вообще классная сумка. Смотрите, даже пятнышка на ней нет. То есть я ее все равно, конечно, в грязь не кидаю, но, понятное дело, за нее я не так переживаю, как за сумочку Prada или Dior. Вот. Я вообще, в принципе, не грязнули какая-то, но учитывая, что я люблю комфорт, поэтому мне очень прикольно ходить с такими, ну, типа, не то что дешевыми сумками, но простыми обычными сумками, типа без вот этих всех понтов. Это рыбущих. А вот эту вот мягенькую, которую я вам показывала, сейчас из Ары, ее еще постирать можно, стирку закинула, и все. Очень удобная. Видите, какая сумка у Славы. Вау. Богатство. Я уже убрала свой зимний пуховик, потому что сегодня была такая погода, что я вообще аж в юбке, блин, голой практически фотклась, и была офигенно. Я не собираюсь, конечно, ходить голая, вот. Но это я просто к тому, что уже не так холодно, и я планирую ходить как раз вот в этом понтишке новом от Фиксен. Сегодня как раз в нем гуляла. Мне так нравится, как внутри сделано. Не, это, конечно, здорово. И ведь это наш бренд российский, понимаете, Маша Фиксен. Молодец вообще. Нам для салата Мимозы понадобится 4 яйца, но я закинула 5, потому что куриные домашние яички, они поменьше магазинных. Вот, и я закинула 5, ну, чтобы потом не было такого типа, блин, яйца не хватает. Вот, думаю, ничего, если что, в любом случае съедим. Я люблю, кстати, вареные яички с солью посыпать, очень вкусно. Разрезать наполовинку и солью посыпать. Кто-то еще с майонезом любит, но я люблю так солью посыпать. Короче, такая у вас деппо простая. Люблю яички и пельмешки. Я обычно прям долго яйца варю, чтобы наверняка они сварились. Фух, все разложила на места, потому что я утром тоже, когда убегала, собиралась, я тут все, конечно, ну, не сильно разбросала, ну, типа, у меня там на столике моем, этот, выпрямить, не выпрямитель, а да, айсен, короче, валялся, еще что-то. В общем, тут так пыльно, на самом деле, вот попротереть, но лень. Не хочу тратить на это время, реально нет желания. Жду клининг. Буду жить в грязи, пока клининг не придет. Я хочу, знаете, как сделать, когда у меня будет все загружено на канале, но закрыто, сделать скрин, выставить телеграмм и посмотреть на реакцию людей. Они такие, типа, какого хера ты не открываешь? Видосы! Мы уже столько дней смотрели видео! Не могу! А блин, у меня классно, много видосов уже из дачи. Точнее, сначала из Москвы, потом с дачи, потом из Москвы неделя влогов. Сегодня, кстати, какой день я уже снимаю? Сегодня среда, значит, третий, блин. Я думала, уже четвертый. Кстати, в пятницу вечером или в субботу утром мы поедем на дачу к Славе. Я там не буду снимать. В воскресенье мы вернемся и с понедельника опять начну. Ну, не то, что опять начну, а досниму то, что не досняла для недели влогов. Но вы этого не заметите, потому что видео будут выходить для вас каждый день. Просто рассказываю. Ну, я вам это уже говорила. В общем, сейчас пойду делать мимозу и возьму вас с собой. Так, ребята, мы пришли готовить салат мимозу. Буду вам показывать, потому что мало ли вдруг кто-то захочет. Я уже не один раз показывала, на самом деле, но поскольку у нас теперь появилась такая возможность, как вот эта камера, вот, и это будет очень удобно вам смотреть, узнавать, видеть не только рецепт, и как я со стороны готовлю, но и видеть прям полностью мои руки. Короче, для салата мимозы он очень вкусненький. Это салат с рыбкой, кто хочет знать. Нам понадобится вообще 4 яйца. Не смотрите, что у меня 5. 4 яйца нам понадобится. Просто вот эти яички поменьше, поэтому я буду смотреть по настроению. Может быть, сделаю 5, а может быть, сделаю 4 или 4 с половиной. В общем, 4 яйца. Они у меня уже сварились. Кто не в курсе, как варить яйца, мало ли вдруг такие есть, это я умею, поэтому рассказать могу. Берем яйца, кладем в кастрюлю, заливаем сюда холодную воду из-под крана, ставим на плиту, на самый максимум. Ждем, когда начнет вода кипеть. Когда вода кипит, мы ее сбавляем. И потом варим яйца, чтобы они не сильно долбились, потому что иначе они могут лопнуть. Варим яйца на протяжении 8-10 минут, но хочу вам сказать, что я их иногда варю 18 минут, 16 минут, просто на еще более слабом огне. Но для меня всегда важно, чтобы яйца полностью сварились, и я не хочу, скажем так, испытать неудачу в сварении яиц. Поэтому я вообще долго их варю. Следующий наш этап, когда они уже сварились, и вы знаете, что прошло уже хорошо времени, мы заливаем сюда холодную воду, горячую. То есть берем вот так вот, включаем холодную воду, смешиваем, чтобы трубы не сжечь нахрен, выливаем горячую, заливаем сюда холодную, и оставляем яйца в холодной воде, потому что таким образом их будет легче чистить, и они не будут такие горячие. Ну, короче, вот, я так всегда делаю для салатов, например. Если вы хотите поесть горячее яичко, то можно, наверное, чуть-чуть, недолго подержать в холодной водичке, просто чтобы было не горячо чистить. Также нам понадобится вот такая рыбка горбуша, можно другой бренд, это просто... Короче, у меня здесь получаются те продукты, кроме яиц, которые я заказывала онлайн. Вот. То есть сыр тоже можете выбрать любой, но я обычно беру российский, вот такой, он мне нравится по вкусу. Вот. Можно брать другой, это как бы вообще... Вот такая вот рыбка горбуша, нам одной баночки хватит. Здесь сколько? 240 грамм. Я ее обожаю, эту рыбку. Я когда готовлю этот салат, я всегда и рыбку съедаю. Нам понадобится лук, но не целая, буквально чуть-чуть. Ну, в общем, увидите, много нам не понадобится. И майонез. Вот эта тарелка у нас будет парадная. На ней у нас и будет весь салат. Я всегда использую несколько тарелок, чтобы было удобно распределять ингредиенты. Сейчас вы поймете, почему. В общем, поскольку наши яйца уже готовы, мы можем начать с яиц, чистить их. Просто иногда я подготавливаю ингредиенты, типа, знаете, там рыбку, косточки достать, все вот так вот ее пошмякать, чтобы она тонким слоем была. Там сырочек на терочке протереть, лучочек порезать. Но поскольку наши яички уже готовы, мы можем их сейчас почистить и заняться яйцами. Потому что наш первый с вами слой будет именно из яйца. Не из всего, только из белка. Поэтому нам сейчас нужно будет отделить белок от желтка. Сейчас я вам покажу, как это делается. Этот салат всегда делала моя мама. Ну и делает. Вот. Обычно мы его едим на Новый год. отличный салат для Нового года. Но поскольку я умею его готовить и люблю его кушать, я его делаю достаточно часто. Ну как достаточно часто? Если сказать, что обычно мы его делаем на Новый год, и мамой, да, то я его как бы ем ну раз 7 в год, может 8. Ну может не 8, но может раз 7-6 в год я ем. И самое тупое, что из-за того, что я его так часто ем на Новый год, я его не ем. Это грустно, потому что традиция есть, мой любимый салат Мимозы на Новый год ушла. Из-за того, что я готовлю его периодически. Вот. И на этот Новый год, который был, 2022, когда встречали, я вообще не притронулась к салату Мимозы. Мимозы. И это было очень грустно. Кстати, также этот салат Мимозы, я знаю, есть несколько разных рецептов. у кого-то иногда я вижу морковку добавляют, кто-то добавляет другую рыбку, там не горбушу, а другую. Вот. Я, честно говоря, не пробовала. Вот. Поэтому, если вдруг вы делаете по другому рецепту, напишите, мне будет любопытно узнать. Скорее всего, готовить не буду по другому рецепту, потому что я лично не представляю, как можно в этот салат положить морковку или другую рыбу. Хотя, другая рыба тоже может быть вкусной, но кто-то делает с морковкой, добавляет морковку или что-то, что-то такое у меня в голове, как будто бы с морковкой связанное. Я, если честно, себе это не представляю. Вообще здесь морковка. Но, может быть, когда-нибудь и попробую. Вот. В любом случае, я просто с вами делюсь таким нашим рецептом. Ну, рецептом, по которому в нашей семье делается салат Мимоза. Так что вот. Короче говоря, очищаем яйца. Очень легко очищается. Скорее всего, еще из-за того, что они у нас в холодной водичке полежали. Вот. Сейчас посмотрим внутри, как сварилось. Но должно быть супер. Знаете, я очень радуюсь, что хотя бы такие элементарные вещи, как сварить яйца, я могу. Не все сразу. Так у всех. Поэтому, если у вас что-то не получается, не расстраивайтесь. Вот, например, рис. Достаточно тяжелое блюдо. Кажется, что легко и вообще фигня. Но на самом деле, вкусный рис готовят не все. И приготовить вкусный, реально офигенный рис, это не так уж легко. Просто я даже в ресторане иногда кушаю рис, я понимаю, что даже у меня вкуснее рис. Ничего не хочу сказать, каждый делает по-своему, но знаете ли, я считаю, я молодец. Так, наши яички готовы. Убираем эту шкарлопку. Теперь, каким образом мы отделяем яичко, белок от желтка. Мы не до конца прорезаем, вот такой вот буквально тоненький порез делаем. И у нас рождается яичко. Видите, я его почти даже не затронула. Вот такая вот хирургическая операция. Вот так вот отделяем, вот буквально небольшой разрезик, просто чтобы нам сделать такой надлом. Нам не обязательно, чтобы эти белки получились идеальными, потому что мы их будем тереть. Ну, так же, как, в принципе, и желтки, они у нас тоже будут потом натираться, но в самом конце. это у нас будет финиш. Финиш. Потому что мимоза желтая, сами знаете, такое, да, цветочек. Вот. И поэтому так салат и называется, что он у нас сверху должен быть желтенький, как мимоза. Так, берем нашу парадную тарелку, берем терку. Ну, вот обычно белок я на, ну, большой, короче, делаю. Можно и на мелкой, но, наверное, лучше на большой сделать. В общем, сейчас просто будем... так, дайте-ка я тоже кольца сниму, чтобы их не шмякать. Просто натираем. Осторожно, чтобы руки не резать. Сильно нажимать не надо. Я думаю, что как раз нам вот таких маленьких пять яичек будет супер. Потому что они такие миленькие, сладенькие. Хотя, может быть, одну, один белочек можно и не делать. Вот это точно мы сделаем. Короче, вот так вот в натерочке шмякаем. На самом деле, салат делается недолго. И, что самое главное, еще хочу вам сказать про этот салат. Сейчас вы будете видеть, как я все делаю, слоями накладываю. Он очень вкусный, именно когда он настоится в холодильнике и пропитается майонезом. Поэтому лучше, как только сделали, сразу его не ешьте. Он будет намного вкуснее, когда он пропитается майонезом. Это вот правда. Поэтому я его обычно делаю вот так вот, прям типа на ночь, а уже днем его можно покушать. Вкусненько. Вот, видите, как бы, в принципе, я думаю, можем, ну, можно, конечно, использовать, что лежит, да. Ладно. Хочу продукт переводить. Так, по ладжили. Следующий наш этап. Короче, у нас каждый слой будет покрываться майонезом. Есть один лайфхак. Мама так моя делает. В общем, мы не отсюда давим майонез, а отрезаем тоненькую дырочку. У меня иногда она не получается тоненькой. Сейчас посмотрим. Блин, вот видите, какого хрена она такая здоровая. Ладно, все равно меньше, чем этот. В общем, чем тоньше у вас получится сделать этот разрез, тем будет лучше. И стараемся тонким слоем, хотя он не такой уж тонкий, но не частым, короче. можно так чуть-чуть где, видите, пробелы положить. Вот так вот положили майонезом. Следующий наш этап это рыбка. Открыли, сливаем водичку наших консервов. Там особо водички нет. Там какое-то желе. Достаем сначала. Все. Так, и теперь видите, вот этот серединка, это кость. Нам нужно отделить, вон вилочка уже бежит. Отделяем аккуратно, чтобы вот эти косточки круглые, они нам не нужны. Я вот как раз сюда и скидываю все эти ошметки. Вот это можно не убирать, но я обычно вот эту шкурку убираю тоже. Хотя она никак по вкусу не эта самая. Тут на самом деле много косточек всяких, маленьких, но они такие, знаете, мягенькие. Самое главное вот эти большие круглые убрать. Сейчас увидите, в общем, как я делаю. Я их буду сейчас вынимать. Но это на самом деле не такой уж геморрой, если что, не пугайтесь. Сейчас увидите. В принципе, тут особо вынимать-то нечего. Вот есть прям явно, видите, большие такие косточки, но они все мягкие, их даже вот прожуешь, не заметишь. А тем более, сейчас мы все это размельчим, и может они сами размельчатся, и все. Ничего страшного, если вы такую косточку съедите, ничего с вами не случится абсолютно. переварится точно так же, но такая прям тоненькая-тоненькая. Так, смотрим, тут у нас вроде бы нету. Косточка, нет, что-то тут. Вот они, маленькие такие штучечки. Блин, съем, вот это очень вкусно. Много, конечно, ее вот так вот просто не съешь, хотя мне иногда кажется, что я могу все съесть. Очень сочная, вкусненькая, такая слабо-солененькая, прям офигенская. Сильно прям стараться, знаете, прям порезать прям очень сильно мелко не обязательно, просто, ну вот, чтобы помельче были, это и на салат лучше положить будет, распределить. Просто, чтобы сильно больших кусков не было, плюс заодно, если что, порубите какие-то косточки. И когда мы вот так размельчаем, мы можем, если что, еще увидеть круглые вот эти вот кости, которые я выкидывала, которые прям вот такие лучше не жевать и не есть, потому что они намного тверже, чем вот эти маленькие хрящички. Теперь, когда мы размельчили рыбку, следующий наш этап это положить сюда сверху рыбку. Я обычно, если честно, делаю это руками. Сейчас мы немножко вот так вот, чтобы она друг от друга отклеилась. Ну как руками, вот так вот беру, просто хочется ее распределить, распределить прям по всему салату равномерно, поэтому так намного удобнее, если честно. Что страшного, вы же не грязными руками это готовите, тем более этот салат, скорее всего, буду есть одна я, может Слава чуть-чуть поесть, поэтому по сути я могу его прям сверху сейчас брать и облигливать весь. заполняем все дырочки. Реально, попробуйте сделать салатик, я думаю, вам очень понравится, кто любит такие вот рыбные штучки. Я не знаю, больше никакие другие рыбные салаты я не люблю. Ну, крабовый, хотя я его вообще давно не ела, мы его вообще перестали в семье делать. Тоже так всегда раньше на Новый год тоже, да и не только на Новый год как-то перестали делать. У нас другие любимые салаты появились. Так, потом я делаю вот так применяю. Вы так можете не делать, но если захотите, можете. Я люблю. Я просто люблю, когда красиво все, чтобы оно прижалось как следует, чтобы не было фигни. Ну, вот так вот у нас пока получилось. Слой, значит, мы накрыли. Теперь нам понадобится лук. Он добавит классный вкус. А еще сюда не надо никакой соли, никакого перца, ничего сыпать не надо. вот этого типа на глаз. Все это нам не надо. Короче, нам даже вот этого всего хватит. По кружочку тоже руками расставляю. Прямо вот расставляю, как, знаете, как, не знаю, свои кубки на полке. То есть, у меня даже вот в этом салате у меня прям такой порядок. Ну, все, можно сильно мельче не резать. Если что, дорежем еще лука. Вот так вот я его беру немного. лука. В общем, так просто. Вот тут прямо у нас такого толстого слоя не надо. Хотя, вот у меня мама, кстати, побольше лука делает. Хотя, вот я сейчас может даже делаю примерно столько же, сколько мама делает лука. и так, и так вкусно. Вот, не могу сказать, что прям очень большая разница. Но я много не кладу. Не знаю. То есть, хотя, не знаю, сейчас может уже даже и кладу много. Может, выглядит как много. То есть, короче, нам нужна вообще получается четвертинка, что ли, от луковицы. И то зависит от размера. Вот столько лука положили. Можно, кстати, было даже и меньше. Не знаю, что-то я. Ну ладно, попробую. Мне кажется, я переборщила с луком в этот раз. Ну ладно. Следующим этапом опять майонез. Вот. Больше я не буду еще больше делать майонеза, потому что и так он не такой шатоненький, как мне хотелось бы. Так, а теперь мы будем с вами натирать сыр. Кстати говоря, я вот такой салатик делала, когда мы отмечали годовщину свадьбы дедушки и бабушки Славы 50 лет. С их свадьбы, представляете? Делала такой салатик, и они прям были очень довольны, прям хвалили, поэтому, если захотите кого-то порадовать, тоже отличный вариант. А, тут я уже беру помельче, потому что будет лучше, если уже будет мелкая такая. Это будет и красивее выглядеть, и, мне кажется, по вкусу прикольней как-то. Ну, тут ничего интересного, сыр еще такой, знаете, немножко резиновый как будто бы, но резиновый не в плохом смысле, а просто сорт такой. В общем, сколько натирать, сейчас покажу. тут дело не в том, сколько от куска еще что-то, нам по сути нужно натереть столько, чтобы просто элементарно сделать такой не очень толстый, ну и не супер тонкий слой, чтобы перекрыть все наше блюдо сыром. Поэтому я обычно тру-тру, потом насыпаю сразу на тарелку, если еще, еще добавляю. Вот так вот просто делаем. Мы почти закончили наш салат, хотя, в принципе, может чуть-чуть еще, не знаю. Сильно сыра тоже много не кладите, а то салат будет сухой, либо майонеза побольше, но для первого раза лучше постарайтесь все сделать примерно в таких пропорциях, как я показываю. А дальше вы же сами поймете по вкусу, то, что там майонеза не очень много, еще что-то. В общем, следующим этапом, вот, например, как делает моя мама, мы с ней по-разному делаем, она, следующий этап тоже майонез, мажет тоже таким тонким слоем, но у меня вот эти слои не тонкие, если что, если хотите знать. Это не тонкие слои, потому что я сделала не очень тонкую эту дырочку. Но чтобы действительно пропиталась, хочется еще чуть-чуть добавить мазика. Как бы ее сделать потоньше? просто у меня бывало такое, что немножко вот не хватало, как будто, блин, как же я злюсь, что дырочка такая толстая. Я была уверена, что я очень тоненькую отрезаю. Поэтому, видите, я прям вот такими маленькими мазочками просто добавить немножко, потому что вы все равно кушать, когда будете. Обычно его там, например, либо лопаточкой, либо вилочкой так треугольничек отрезаешь и кушаешь. Так, ну все, сыром мы закончили. Вот я говорю, я не всегда сверху сыра майонез делаю, но вот что-то мне хочется, хочется, чтобы прям посочнее получился. Ну и все, наш заключительный этап это желточек. Также натираем. Я вот люблю, ну можно сразу натирать прям над салатом, но я люблю так, чтобы потом все распределить хорошенько. Хотя можно натереть прям посередине салата горочку, и знаете, потом ее пальцами типа распределить. Мне вот как-то так удобно, не знаю. В общем, попробуйте, как вам будет удобнее, так и делайте. Так, вот такой вы видите, какой у нас яркий, желтый, классный цвет. Прям весна. Прям мимоза-мимоза. Очень красиво. Ну и все, и теперь вот так вот сначала как бы не стесняемся, а потом будем уже аккуратничать. все равно потом, если что, можно будет тоже распределять. Потом в самом... Все, наш салат готов. Сейчас я просто хочу красивенько его сделать, и потом вот если так вот я прижимаю, когда он так прям форму приобретает, знаете, и потом очень удобно себе кусочек в тарелочку. Так что вот такой вот у нас миленький, желтенький, настроенческий салатик-мимоза получился. Вот такая вот красота. И следующее, что я делаю, можно и пищевую пленку, у нас она тоже, кстати, есть, но мне вот как-то так почему-то нравится. Беру я, значит, пакет. Такой мой лайфхак. Разрезаю я вот так вот один угол и значит наряжаю наш салатик. Хопа! Хопа! Вот так вот в пакетик, просто чтобы не обветривалось все что-то, и убираю в холодильник, и уже начинаю кушать его, и радоваться этому салатику только на следующий день. Вот. Ну, если вы готовите в день мероприятия, то хотя бы пусть пару часов постоит в холодильнике, чтобы пропитался майонезом, потому что иначе он будет сухой. Так что вот, все, наше блюдо готово, теперь убираем в холодильник. У меня камеру придерживают хлеб, чтобы вы понимали, чтобы он не упал. Так, надеваю колечки, чтобы их не потерять. Сейчас я уберусь на кухне, и все, пойду смывать макияж, потому что до момента, как мы пришли на кухню готовить салатик, я смонтировала все остальное, всю предыдущую часть. Вот, поэтому сейчас я домонтирую вот это, пойду смываю макияж и буду чилить в кроватке. Так что, ребят, я с вами на этом прощаюсь, я устала, реально, прикиньте, уже, наверное, много времени, уже, да, блин, ну не, нормально, 12 часов ночи. Вот, ну как раз мне домонтировать видос, умыться и кайфовать в кровати где-то до двух можно. Надеюсь, усну. Вот, потому что я каждый день рано встаю вроде как, но при этом уснуть все равно не могу. Спасибо большое, что смотрели этот влог, надеюсь, что он вам понравился. Если так, то ставьте подсерк, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на все мои соцсети, которые указаны в описании, на телеграмм обязательно подписывайтесь, на вконтакте тоже подписывайтесь, я туда тоже всякое выставляю, фотки выставляю. Будьте счастливы, здоровы, и всем пока!